Уважаемые зрители К Платону, к Аристотелю, к Леанту Они гласили, что разум существует и обладает реальной мощью Так как без него ничто не могло бы пребывать в своей форме И все обращалось бы в хаос Чем тщательнее исследуется природа разума и материи Тем очевиднее становится их взаимная близость Способным и в жизни, и после ее отпустить свое прошлое Просветленным людям противопоставлены те Кто не способен отпустить сожаление Кто, оказавшись на реке Стикс, не имеет права вступить на лодку Харова Чтобы переправиться на противоположный берег Наша история повествует о немогимом течении времени Которое отнимает даже самых близких сердцу людей И наш герой стал одним из его жертв Но в отличие от остальных Он не привык мириться с данным исходом Желая продлить свое существование Он заключает сделку с Аидом Богом и правителем Нижнего мира Все в этом мире имеет свою стоимость И ценой его жизни оказалась работа Харова Что вы знаете про мифологию? Доводилось ли вам встречать труды великих философов? Сколько лет прошло, пока лодочник занимался своим долгом с каждым годом Забывая свою прошлую жизнь Может 10, может 20 Однако черты близких людей еще не полностью сверлись из его памяти Сердце скитальца дрогнуло Когда потерявший чувства и лишившийся части себя Он за много лет впервые встретился со своим прошлым Перед ним оказался дорогой друг Некогда целеустремленная женщина Сейчас бесцельно скитающаяся и не понимающая Что незаконченные дела мешают ей обрести покой Лодочник желал ей помочь Но не имел права провести ее без скромной платы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поведай мне свою историю Она не имеет смысла Уже ничто не имеет смысла Ребенком ты всегда шла к цели Что сломало тебя? Судьба решила отыграться на мне Все свое детство, подростковую жизнь Я посвятила тренировкам и репетициям Потому что хотела стать выдающимся хореографом Однако где бы я ни выступала Всегда находился кто-то лучше И ты сдалась? В конечном итоге я устала от постоянного соперничества Поступила на обучение туда, куда хотели мои родители И пошла работать в компанию Потому что все говорили, что так будет лучше Не самый худший исход, знаешь? Знаю Тогда что тебя держит здесь? Когда я начала работать, у меня не оставалось времени на мечту Но я вспоминала, что значит быть счастливой, когда танцевала дома Но не осталось и сил, когда я вышла замуж Потом родилась моя дочь Значит, ты забыла про мечту? Да, с рождением ребенка я погрузилась в хлопоты материнства Потом через несколько лет родилась с мужем И решила сдаться окончательно И ты довольна этим решением? Я жалею, что позволила себе опустить руки Если бы я только могла быть хореографом Если бы у меня был шанс... Ты жалеешь не только об этом Есть еще что-то, что держит тебя сильнее, чем несбывшаяся мечта Мне больно говорить об этом Ты можешь поверить мне все Я боюсь за мою дочь Лодочник, я не хочу уходить отсюда Потому что тогда я оставлю ее одну Ее и свою несбывшуюся мечту Ты заблуждаешься Я покажу тебе кое-что Смотри, какого человека ты воспитала Это взрослая, ответственная девушка Которая исполнила твою мечту Ты никогда не принуждала ее танцевать Однако, как мудрая женщина Показывала ей мир через призму своего счастья Потанцуя с тобой в детстве Она поняла, что хочет идти по твоим стопам И когда ты ушла, это ее отнюдь не сломало А наоборот, предала сил достичь вашей мечты Моя маленькая гордость Она так возрослела за время, пока меня не было Сколько времени я уже здесь Хотя, разве это имеет значение Видя ее сильный характер И свою исполненную мечту Я поняла, что моя миссия завершена Я готова, лодочник Лодочник помог подвиги прошлого сбросить оковы Которые ее держали Однако, путь самого Харона Только начинался Вы здесь вместе, но совсем не выглядите счастливыми Мы знакомы с вами Вы можете мне доверять Я здесь, чтобы помочь вам Тогда выпьем Хорошо, но взамен вы расскажете мне свою историю Хорошо, нам давно пора выговориться Мы вместе с самого детства Всегда поддерживали друг друга И были счастливы Потом поженились И все было бы хорошо, если б не твоя работа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 В человеческому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Произошел ужасный инцидент! Я потерял свою вторую половину! Я пыталась оправиться после этого! И даже когда-то была счастлива! Но рана в душе... Так и не зажила! Неужели? Так ты узнаешь меня? По твоим глазам вижу, что да! Тогда я должен объяснить тебе, Почему я здесь стою перед тобой в такой одежде, Отрекшись от имени, но не от прошлого! Я заключил сделку с Хароном, с Аидом, Чтобы ты смогла жить дальше и обрести счастье! Я уже и сама догадалась, Ведь давно брожу по этим местам! Как я счастлива соединиться с тобой! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Любимая, теперь все закончилось! Ступай в мою лодку, я отвезу тебя в лучшее место! Вместе с тобой? Нет. Я обязан остаться здесь, и продолжать выполнять свой долг. Осшибаешься, я без тебя не пойду! Я лучше останусь здесь, и разделю твою ножку на нас двоих! Нет, так нельзя! Я не могу позволить тебе остаться здесь, и начать продолжать страдать, не обретя покоя! У тебя не получится переубедить меня. Значит, любовь сыграла решающую роль в твоем пути хорона. А ты что здесь делаешь? Пришел сломать твои оковы. Ты заслужил мне хорошую службу, но теперь с тебя хватит. Вы оба свободны. Я не знаю и не понимаю, в чем твоя выгода в этом поступке, но если это правда, спасибо тебе, друг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok